Ребят, всем привет! С вами, как всегда, Джамбу Макс, и сегодня речь пойдет о такой вот гарнитуре для Xbox Series от компании Hori. Распакуем, покажу, как выглядит, затестим, покажу, как работает микрофон, ну и так далее. Начнем с того, что мы давно с братом мечтали о нормальной гарнитуре, поскольку для общения у него лишь есть одноухая гарнитура для Xbox или простые наушники, которые либо издают эхо, либо капец как пищат. И в итоге на днях мне ребята из команды Hori высылают вот такую вот гарнитуру, за что им, кстати, большое спасибо, и в принципе о ней я сегодня и расскажу. Перед началом видеоролика, как всегда, ставь лайк, подписывайся на канал и лови промокодик на Кинопоиск HD, который даст тебе 90 дней бесплатного использования данной подписки, кучу фильмов, сериалов, доступ к Яндекс.Музыке и еще к скидкам на сервисы Яндекс. Если что, ссылку на активацию я оставлю, как всегда, в закрепленном комментарии, поэтому юзай, если еще не взял в прошлый раз, и давайте начнем. Вот так, в принципе, выглядит коробка той самой гарнитуры. Я надеюсь, мой брат не обидится, что я раскрываю ее без него. В комплекте мы видим самую гарнитуру, упакованную в пластик, немного бумажных инструкций и микрофон. Го все это достанем. Вот так вот гарнитура выглядит внешне. Если что, она проводная. Подключается она через обычный миниджек 3.5. Материал корпуса обычный, ничем не примечательный пластик, но, кстати, он приятный на ощупь. Сверху у нас на оголовье расположен вот такой вот тканевый смягчающий материал. Чутка позже затестим, как он сидит на голове. Уши двигаются в разные стороны, шевелятся, ну, чтобы они нормально сидели на ушах. Также на ушах мы можем отметить вот такую вот штуку с логотипом Хори. Выглядит она прикольно, и на ощупь она весьма приятна и ребристо. В случае, если у вас голова невероятных масштабов, по типу как у Арнольда, то эти наушники можно вот так вот немножко раздвинуть. Кстати, вот это вот довольно хорошая и качественная тема, а самое главное удобная. Вот так вот уши могут поворачиваться, для того, чтобы они не сильно мешались на шее. А брошюры выполнены из мягкого, наверное, самого стандартного материала для гарнитур. И еще сзади мы можем заметить две кнопки. Первая это выкл вкл микрофон, ну, а вторая это громкость гарнитуры, чтобы вам не надо было во время катки переходить в настройки. Вот так вот у нас микрофон в комплекте, если что его можно снять или наоборот одеть. Вот так вот микрофон можно сгинать, чтобы тиммейтеры вас смогли слышать либо громче, либо тише. И вот так он в принципе присоединяется, легко и просто. Но я думаю, что пора их одеть и затестить, как они сидят. Ну, вроде неплохо. Первое, что могу сказать, сидят они удобно, то есть они не давят, они не спадают, и ты их практически не чувствуешь, поскольку они легкие. Единственное опасение вот в этой гарнитуре у меня было из-за размера вот этих вот ушей. Я когда на них смотрел, я думал, что уши немножко будут упираться вот в эту вот мягкую фигню, и немножко это все будет давить. На самом деле нет, если что, у меня уши стандарт, классик, и такого чувства не возникает, и это самое главное. Потому что тогда, когда уши давят на ухо, в них ты не просидишь очень долго. Здесь же у тебя полностью ухо входит, и в принципе, прям, ну, зачет. Есть что, у меня, кстати, голова небольшая, по сути, не надо раздвигать гарнитуру, но если раздвинуть, то становится еще свободнее, но, наверное, для меня лично неудобнее. У меня просто у брата голова больше, и поэтому придется, наверное, раздвигать их. Вот так, кстати, наушники поворачиваются для того, чтобы они не мешали, ну, типа, если вы хотите без гарнитуры посидеть, немножко отдохнуть, вот такое расположение, оно нормально, потому что есть уши, которые так не делаются, и они немножко, ну, мешают шее и тому подобное. Так, сиди и отдыхай. Что касаемо задних кнопок, то они, в принципе, легко находятся, ощущаются даже тогда, когда ты не привык к гарнитуре, и их с легкостью можно найти. Что касаемо провода, то он здесь совершенно обычный. Так, ну, а теперь самое главное, я хочу их затестить по звуку. Что касаемо звука, хочу сказать, что они громкие, звучат они совершенно нормальные. Сразу скажу, что я не меломан, чтобы определить, насколько они офигенные, или наоборот, не очень. Но хочу сказать, что самое главное, лично для меня, как игрока в гарнитуре, это то, что по обычной гарнитуре можно было определить, кто где находится. Там, враг сверху, враг справа, слева и так далее. В принципе, данная гарнитура, она с этим всем справляется. Что касаемо шумоизоляции, она здесь есть, но она здесь простая. То есть тогда, когда вы включаете игру на максимум, то, в принципе, то, что происходит в комнате, вы ничего этого не слышите, и погружаетесь в игру прямо в полном ходу, как говорится. Что касаемо микрофона, сейчас будет тест. Раз, 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 раз. Так, я думаю, меня слышно. Внимание, внимание всем моим подписчикам. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите мнение о этой гарнитуре. Давайте вот так проверим по щелчкам, что будет как-то перебиваться или нет. Вот, например, какие-то такие скрижеты. Раз, два, три, раз, два, три. Давайте возьмем геймпад. Вот так вот поиграем близко, вот так вот поиграем чуть дальше. Раз, два, говорю, говорю, левый, левый, я вызываю зеленого. Зеленый, говорю, слева, давайте немножко, наверное, поближе к арту. Вот так вот очень близко к арту гарнитура работает, вернее микрофон. Вот так вот немножко вдали. Ну, кстати, удобно, что можно так регулировать. Раз, два, три, четыре, пять. Давайте что-нибудь кинем, попробуем посмотреть, как это будет. Слышно, не слышно, пока не знаю. Ну, в общем, как-то так. Короче, вы сами все слышали, делайте выводы сами, но лично я хочу сказать, что данный микрофон, он не подойдет для стрима, он подойдет чисто для общения. Плюс шумоизоляция у него, так скажем, средненькая, потому что слышные шорохи там, здесь, даже когда я кинул, в принципе, в метре от себя какую-то фигню, это тоже было слышно. Что касаемо совместимости, хоть и на коробке везде написано, что это для Xbox Series, для Xbox One, подойдет еще и для Windows 10, хочу вам сказать больше. Данная гарнитура подойдет и к телефону, и даже к PlayStation 5. Опять же, по PlayStation 5 не могу сказать, там работает микрофон или нет, но что касаемо звука игры, то это без проблем, потому что гарнитура имеет стандартный разъем и, в принципе, подходит ко всему, где есть вот так вот мини-джек 3.5. Что касаемо минусов, я их глобально не увидел, единственное, что многих может смутить, это то, что вот когда вы вот так их шевелите, как-то вот так вот сгибаете, она немножко хрустит. И все. Если делать какой-то вывод о данной гарнитуре, то хочу сказать, что в среднем ценовом сегменте эта гарнитура выполняет все свои базовые функции и, в принципе, что еще нужно. Напомню, что я недавно записывал ролик про стартовый набор иксбоксера, где одним из критериев была гарнитура, и хочу сказать, что без гарнитуры вы полностью не погрузитесь в игру, без гарнитуры вы не сможете нормально общаться со своими тиммейтерами, и, в принципе, если у вас есть желание вообще купить гарнитуру, есть бюджет для нее, да, то, в принципе, вы можете рассмотреть такой вот вариант. Лично я остался доволен гарнитурой, в принципе, рад, что у нас появилась вторая нормальная гарнитура, теперь мы с братом можем общаться в разных комнатах, можем вместе стримить, играть, и он теперь при помощи данной гарнитуры может без проблем ночью играть в игры PlayStation. Если что, кстати, гарнитура ему тоже очень понравилась. На этом, в принципе, все. Большое спасибо вам за просмотр, друзья. Если вам обзор понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях о данной гарнитуре, если вдруг она у вас имеется, и большое спасибо за просмотр. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok